Что ты делала на выходных? Я играла со своими кошками Круто Садись Мне нравится твой обруч А мне твой, он милый О, здравствуйте, учитель! Где наш учитель? Я не знаю, он сидел здесь, куда он ушел? Где наш учитель? Я не знаю, как будто бы пропал Он никогда так не опаздывал Я думаю, что-то с ним случилось Давай ему позвоним Здравствуйте, учитель, а вы где? Да, где вы? Все хорошо? О, я заболел, ребят Простите Мы собираемся вас навестить Скоро приедем Да Давай, пошли, быстрей Здравствуйте, учитель, как вы? Вы хорошо себя чувствуете? Ему холодно Нам нужно его согреть Давай, пошли Нам нужно больше горячей воды Ай, горячая Горячо О, о, слишком горячо О, о Он горячий Нам нужно немного льда, чтобы его охладить Ему опять холодно Стоп! Вам нужно выучить больше о том, как заботиться о людях, когда они болеют Давай найдем ответ в интернете Первое, что необходимо сделать, это измерить температуру больного Хорошо Я не понимаю, что это значит Давай посмотрим видео Да Тогда мы узнаем Температура ниже 36,6 градусов по Цельсию и 98,2 градусов по Фаренгейту является нормальной температурой тела Температура выше 38,5 градусов по Цельсию и 103,3 градусов по Фаренгейту – это нехорошо Если температура выше этой, это действительно сильная лихорадка Получается, это значит, что у него очень высокая температура Ему нужно лекарство Да Это поможет Следующим шагом нам необходимо проветрить палату пациента А, хорошо Хорошо Кыш, кыш, уходите, вымирайте Кыш, кыш Ух Больному необходимо пить много теплых напитков Хорошо Нам нужно сделать для него горячий положенный напиток С витамином С Может, больше? Да 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 А, еще. О-оу. Отлично. Да. Больному человеку необходимо больше отдыха и сна. Хорошо. Хорошо. Круто, что сегодня не было школы. Да, пошли играть. Давай. Эй, ребят. Мне уже лучше. Пора в школу. О-о-о. Доброе утро. Готово. Привет. Привет, Настя. О-оу. О, Эвелин, подожди минуту. Что? Эвелин. На твоей юбке была веточка. Спасибо. Дождь. О-о-о. Хи-хи. Настя, иди ко мне под зонтик. Хорошо. И-и-и. Эвелин, спасибо. Ты настоящий друг. Всегда пожалуйста. Пойдем. Пойдем, лучшие подруги. Привет, учитель. Привет, ребята. Класс. У нас новый ученик Эдриан. Привет, Эдриан. Привет, курицы. У-ху. Мы не курицы. Псс. Ага. Окей, класс. Откройте тетради. Упс. Не волнуйся, Настя. У меня есть запасной блокнот. Спасибо. Спасибо, Эвелин. Ты моя лучшая подруга. Внимание на доску, класс. Учитель, можете помочь? Конечно. Конечно. Мы должны рассказать учителя. Учитель, посмотрите назад. Он. Нет, учитель, это не мы. Мы всегда хорошо себя ведем. Эдриан, я позвоню родителям. Фу. Увидимся, Эдриан. Увидимся, курица. Нельзя грубить другим и моей подруги. Прекрати. Окей, дружище. Спасибо, Эвелин. Ля, 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 ля. Что там у нас на ланч сегодня? Я забыла свой ланч. У меня только напиток. Настя, мы друзья. Я поделюсь. Спасибо. Я тоже поделюсь. Спасибо. Пожалуйста. О-оу. Что мне делать? У меня вся майка мокрая. Как я теперь в класс пойду? Не волнуйся, я знаю, что делать. Ура! Спасибо. Окей, класс. Давайте начнем урок. Эдриан! Не я. Мы должны сказать учителю. Да, пошли сейчас. Учитель, новый мальчик нас постоянно дразнит. Он сделал вот так. Эдриан, ты должен извиниться. Извините, девочки. Класс свободен. Эдриан! Эдриан! Эдриан, девчонки, можете помочь? Нет! Он нас слишком много обижал. Мы не должны ему помогать. Это потому, что я был злой. Поэтому у меня нет друзей, чтобы помочь. Ты это слышала? Да! Мы должны ему помочь! Спасибо. Простите, что был таким злым, ребят. Ничего, мы должны дружить. Да! Окей. Держи. Спасибо. Пока! Пока! Ребята, дружба, это не значит только веселиться, но и помогать друг другу. Не дразнитесь и будьте добрей.